Здравия всем слушателям и подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков и в этом видео я предлагаю вам разобрать такую тему как осознание жизни, кто я по варне. Дело в том, что человек должен быть на своем месте. Если это правило не нарушается, то приходит несчастье. Причем, если человек находится не на своем месте, а именно место ниже, чем его способности, то это несчастье приходит только для человека. Если же наоборот, человек с низкими способностями находится на высоком уровне, то это несчастье приходит на всех людей, которые ниже его. Именно поэтому те проблемы, которые мы наблюдаем в современном обществе, в обществе прошлого, просто отсутствовали, и люди это знали, могли это определять. Что я вам предлагаю в этом видео, чтобы вы сами могли определить, кто вы. Потому что есть, например, заповедь числа Бога, которая гласит «Не теряйте времени понапрасну, ибо теряющий толику времени по частям теряет жизнь свою». Для того, чтобы люди перестали терять свою жизнь, и делается это видео, чтобы вы сами были в состоянии понять, кто вы, ваш уровень развития, и на своем ли месте вы находите. Так как Варна – это ступень, эволюция, развитие человека. То есть уровень развития души, уровень владения энергией. То есть Варна четче всего проявляется в образе мышления и мировосприятия человека. Есть, конечно, и менее очевидные признаки, например, степень развитости чакр. То есть это я все покажу. Но для начала вам нужно знать, что схема общественного устройства, именно цивилизации прошлого, которая была ведическая, выглядела именно так, когда вверху стояли ведающие, которых было примерно 5%, ниже стояла Варна Витязи, которых было примерно 15%, потом шла Варна хозяева 30% и труженики 50%. Причем, обратите внимание на эти стрелки, переход между Варнами был возможен. Потому что, как я и раньше говорил, есть души, которые развиваются, есть души, которые изучают свой уровень развития души, а есть души, которые деградируют. То есть это была живая система. И даже если ведающий родился в Варне труженика, он мог прекрасно попасть в Варну ведающих, потому что он имел такие способности души. Зачем это нужно знать, лучше понятно на высказывании Цилковского, который говорил, что в Золотой век войдут люди, которые научатся объединяться. И это объединение имеет также свой закон. Две ауры усиливают друг друга в 7 раз, если люди, единомышленники, волна одинаковая, одну цель направленная, то есть одинаковая способность вибрации души. Три человека в 7 раз в квадрате, то есть 49 раз. Если 4 человека объединялись с одинаковой вибрацией души, они усиливают друг друга в 7 в третьей степени раз, то есть 343 раза. Поэтому чем больше людей, тем ценнее каждый следующий. Он умножает силу во много раз, то есть коллектив великая сила, но коллектив именно объединенный своими способностями души. Почему сейчас объединение многих людей просто проваливается? Потому что способности душ разные, и они пытаются разные варны объединиться на разных принципах. Но для этого нужно, чтобы сначала варну определились люди свои варны, в каких они находятся, объединились по варновому принципу, а потом уже варны начали взаимодействовать между собой. Почему сейчас все проваливается? При этом сила коллектива фактически не используют. Об этом же и говорили древние, которые говорили, что выбери себе работу по душе, то есть по способности своей души. И вам не придется работать ни одного дня в своей жизни, потому что душа будет легко и просто это воспринимать. Вы не будете создавать насилие ни над своей душой, ни над душами других людей. Поэтому приступим. Кто же такие труженики? Наработки, которые получаются на данном уровне, это умение выживать, работать с физическим миром, производить жизнеспособное потомство, служить и подчиняться, быть трудовлюбивым, побороть лень, способность дисциплинированно и целеустремленно выполнять работу. Нет ничего страшного, что человек является тружеником. У каждого свой уровень развития. Если он вам не нравится, пожалуйста, развивайтесь, переходите в другие варны. Просто в современном мире эти люди страдают больше всего. Они же являются основой общества любого, но они же и страдают больше всего именно в демоническом мире. В ведическом мире все было нормально, все понимали свои способности и в первую очередь обращали внимание на семью. Потому что в каждом обществе их примерно 50%. То есть труженик это наемный работник вне зависимости от профессии и образования. Например, компьютерщик или рабочий с лопатой. Они оба труженики. Если они просто выполняют волю хозяина без всякой инициативы или творчества. Труженик живет для себя. Все наше, все мое. В обществе их примерно 50%. Раньше для труженика больше всего была важна в первую очередь его семья. Поэтому люди работали не просто для себя, а именно для своего семьи, для своего рода. Ничего плохого в этом нет. Это просто уровень развития души. Но серые личности наоборот говорили. Давайте, пускай каждая кухарка должна научиться управлять государством. Но это и есть тот символ зла. Когда человек с душой одного уровня как бы пытается управлять другими, находящимся на другом уровне. То есть, человек идет не на свой уровень. Кухарка должна научиться управлять для начала кухней. После того, как она научится управлять кухней, она может открыть кафе, стать хозяином, потом открыть сеть ресторанов и так далее. И тому подобное. То есть, для этого понадобятся многие жизни. Даже не одна. То есть, эта дорога открыта. Никто ее не закрывал в ведическом обществе. Вы можете быть кем угодно. В демоническом обществе, наоборот, самые простые люди поднимаются до небес. Зачем это делается? Потому что ими управляют. А нам их просто показывают, как вот они управленцы. Нет, они управляемые существа. За ними стоит структура управления, которую я покажу. А мы просто видим личности, которыми управляют. После этого уровня образуются хозяева. Хозяева – это собственный личный интерес, которого выше общественного. В обществе их примерно 30%. Да, это те, для кого деньги стоят на первом месте. Есть и такие, действительно. Но эти хозяева, люди этой варны, участвуют в создании материально-технической базы общества. Они организуют товарооборот, необходимый для жизни людей, формируют рабочие места, удовлетворяют потребности людей в питании, одежде, жилье. Они также распределяют товары, денежные средства среди людей. То есть, они тоже нужны. И они тоже имеют свою роль, свою функцию, свою развитость души. Другой вопрос, что для того, чтобы они находились в определенном уровне, для того, чтобы не несли вред другим людям, и существует уже варна витязей, война, то есть варна государственного управления. В процессе развития души в какой-то момент человеку уже не интересно просто зарабатывать деньги и наслаждаться материальными благами. Душа начинает стремиться к взаимодействию с людьми, власти, управлению людьми. И нравится организовать различные державные процессы и получать от этого радость. В обществе их примерно 15% состав. Что такое держава? То есть, это самодержавие. Сами держим, без чьих-то подсказок. Вот и получается держава. И основа государственного управления именно войны. Для войны свойственны такие качества, как честь, совесть, справедливость, лидерство, благородство, честность и так далее. То есть, власть, сила, могущество. Именно они должны находиться в управлении державой. Отсюда понятие самодержавия. Самыми держим, сами управляем. Их главный лозунг «Я мзду не беру, мне за державу обидно». То есть, нужно построить справедливое самодержавие. То есть, держать самим, управлять самим. Вот какой принцип был в ведическом обществе. Почему оно было устойчивым, развивалось и могло преодолевать многие трудности. Сейчас, как вы понимаете, этого фактически нет. А к этому нужно возвращаться. Потому что как раз войны – это лучшие из управленцев, которых проверяют жизненные обстоятельства, которые работают не только для себя, но и делают жизнь людям легче, понятней. И люди могут развиваться в этой сфере. То есть, каждый находится на своем месте. Уже за войнами идет варно ведающих. Это зрелые души, которым уже неинтересно управлять. Им интересно постигать Бога, Божий мир и его законы. Постигая новое, они одаривают этими знаниями свой народ и человечество в целом. В обществе ведающие проявляются как учителя, волхвы, философы, основатели различных учений и практик. Ведающий постоянно стремится постичь мироздание и достигнуть единства с Божественным миром. Вот такие ведающие. У ведающих на первом месте – это тяга знания. В обществе их всего-то примерно 5%. Для того, чтобы содержать и ведающих, и воинов, вот вам заповедь Бога Сварога. «Даруйте десятую часть от достатка вашего Богу единому, а сотую часть – вождю и дружине его, дабы охраняли они землю вашу». То есть вся налоговая система прошлого – это 11% от дохода налог, на который содержалось варно ведающих, которые служили как бы единому Богу, и вождь – его дружина. Вот и вся налоговая система. Для сравнения, в современном мире на все товары существует только НДС 20%. Я уже молчу про подоходные налоги, про другие сборы, в том числе и грабеж с пенсионным фондом, на котором мы когда-то подробно остановимся. То есть для ведающих жажда знаний подобна жажде богатства. Она растет вместе с ее удовлетворением. То есть ведающие люди все-таки направлены на знания. Богатство – это как раз для хозяевов. А воины, действительно воины, они направлены на справедливость, на то, чтобы была справедливость во всем обществе. Поэтому они составляли касту управленцев державой. Хозяев управления державой не допускали. Волхвы не боятся могучих владых. А княжеский дар им не нужен. Правдив и свободен их вещий язык и с волей небесную дружен. Грядущие годы таятся во мгле, но вижу твой жребий на светлом челе. То есть это люди, которые идут впереди всех, они познают систему. Да, они больше всего получают тоже проблем от этого познания, потому что они идут первыми там, где до них никто не хотел, никто не знает, куда они попадут в своем познании. Действительно, в обществе жречество, они же ведающие знают больше всего, но в ведическом обществе эти знания не закрыты. Они просто доступны тем, у кого хватает развитости души. То есть если у тебя хватает развитости души, ты можешь быть и жрецом, познать любую информацию, а она тебе не дается в школе, потому что ты еще просто не готов к этому. Ну зачем учить всех, как летать в космос, если этим будет заниматься, там 1% людей, у которых есть эти способности, которых отберут, обучат, которые будут хотеть этим заниматься. А именно серые предлагают этим заниматься как бы всем. Давайте все учиться в космос летать, или давайте каждая кухарка будет учиться управлять страной, при этом не уметь управлять кухней. То есть она и на кухне еще не сможет сделать, и страну не сможет управлять. То есть будет находиться не на своем месте. Здесь же, пожалуйста, ты можешь двигаться по этим пирамидам и снизу вверх, и сверху вниз. То есть, пожалуйста, развивайся, изучай, постигай и получай любой уровень знаний. То есть это в отличие от демонического общества. Идея так называемое жречество – это элита, куда вас не возьмут ни в коем случае. А здесь же система была известна, что 30% душ развиваются, то есть идет восхождение, 50% душ изучает свой уровень, и 20% душ деградирует. Поэтому даже из жречества могли прекрасно исключать. Из воинов могли исключать. Потому что люди, если они деградируют, то им нечего там находиться. Сравните с современным обществом. И все это было возможно, потому что у каждого в обществе прошлого была одинаковая энергонная структура души. Про что я говорил уже в прошлых видео. Все ссылки на материалке всегда в описании. То есть у вас потенциал души одинаковый. Другой вопрос, насколько он развит, сколько вы используете, такой ваш уровень по варнам. Именно поэтому в Индии не варны, а касты. То есть кость – основа общества. Это происходит именно из-за энергоновой системы. Как я вам уже показывал, то есть вверху там находятся те, кто сохранили высокий уровень души, энергоновую систему. Они являются священнослужителями, воинами. А чем ниже энергоновая система, то получаются вайши и шудры, у которых меньше всего энергонов. А уже неприкасаемые – это те, кто смешались с так называемыми серыми, для того, чтобы они не разрушили структуру этого общества. Их и называют неприкасаемыми. Их не поднимают на самые верхи, а их оставляют там, где им место, в самом низу. Иначе они просто разрушат это общество. То есть то, что мы наблюдаем по миру. Власть демонов, демонократию. То есть наоборот, этих неприкасаемых пустили в другие общества, и они стараются вывести их на первый уровень, а не быть там, где им и место. В Индии же те, кто нарушал эти законы, например, если брахманы смешивались, например, с шудрами, то их просто изгоняли и говорили, это пути не имеющие. Цега нет. То есть те, кто не имеет земного пути, по крайней мере в этой системе. Система, которая сохраняет саму себя, потому что если люди с высоким потенциалом, энергетическим душ, уйдут из верхних каст, то это общество просто будет деградировать до первозданного состояния, чуть ли не до обезьян. Именно поэтому это кастная система, то есть кость, основа этого общества. Про энергоновые структуры души я уже говорил в предыдущих видео, а кто не видели, переходите, все будет в конце видео. Тайна крови человека, энергоновая структура души и тайна голубой крови биороботы среди людей. Именно поэтому и образовывается уже другое понимание вашей варны именно по энергоструктуре души, то есть по чакрам. То, что я показывал в тех видео, что есть жители, у нас всего 9 базовых чакр, для человека. Житель – это жизнь, тело. То есть это первые чакры. Первые чакры. Первая, вторая, третья. Главенствующие. Потом идут люди, у которых минимум 6 чакр. Активно, но главенствующая из них или четвертая, или пятая, или шестая, или седьмая. Именно эти люди и есть как бы славяне, среди славян, среди русских. Больше всего как раз людей. Почему? Потому что мы как раз душевные, у нас широкая душа, созидающие, мыслящие люди. Больше всего среди нас таких людей. Поэтому нам, например, в жизни тела очень некомфортно, потому что, а где же душа, а где же дух? И уже на самом высоком уровне стоит человек, то есть у которого восьмая или девятая чакра главенствующая, то есть он фактически развился до максимального уровня и уже готов к переходу на новый уровень. Но наличие в этой системе таких существ, как уже нежить, нелюдь, бесы, и образуется понимание того, какие проблемы существуют сейчас в современном обществе. То есть система перевернута. Вместо того, чтобы на первом месте стоял человек, на первом месте поставлены бесы, нелюди и нежити. А жители просто вовлечены в эту систему, познают глубину падения. Почему сейчас люди фактически не могут восстановить свою численность? Почему идет падение здоровья? Все находятся не на своих местах и люди думают, ну откуда столько проблем? Ну откуда? А все очень просто. Все очень просто. Нужно понимать, кто ты, на каком ты уровне находишься, на своем ли ты месте находишься и находятся ли на своих местах те существа, кто рядом с тобой. Для того, чтобы ты мог объединиться со своим и усилить друг друга и изменить свою жизнь и мир к лучшему. Но плюс, не забывайте, что даже среди людей, среди человеков, среди жителей система и развивается и деградирует. То есть есть 20% тех, кто деградирует и среди человеков, есть и 20% тех, кто деградирует и среди людины, но есть и 30% тех, кто развивается, тех, кто из жителя становится людиной, а людиной потом становится человеком. То есть система это тоже работает. То есть, если вы встретили человека, который вроде бы духовный, то это не значит, что он действительно развивается, может, он идет вниз и потянет за собой вас. Это тоже нужно иметь в виду. Ну, в прошлом все было намного проще. Потому что, во-первых, были заповеди, что ежели каждый человек устремится к цели в жизни, выполнить свое предназначение в соответствии с течением времени жизни, то жизнь его обретет высший духовный смысл. Это одна из заповедей числа Бога. Все ссылки на материалы, как всегда, в описании под видео. Поэтому жречество, ведающие прошлое, просто делали славянский гороскоп по дате и времени рождения. То есть, и родители сразу понимали, какой уровень души у их ребенка, какая его чакровая возможность. А потом уже в течение жизни они сравнивали это с тем, как он развивается, деградирует, или просто изучает свой уровень, чтобы найти его место в жизни. Потому что есть два больших варианта. Отдать ли человека в музыкальную школу или в военное училище. Но если он по душе воин, и это написано в его предназначении, то есть ли смысл его отдавать в музыкальное училище? Поэтому люди фактически от рождения понимали, какой потенциал заложен и в них, и в их детях. И поэтому не совершали той массы ошибок, которые совершаются в современном мире. Вот зачем одна из причин, зачем же, что же делали ведающие в прошлом мире? Почему структура общества развивалась, расцветала, количество людей увеличилось, и везде была всеобщая справедливость. Потому что все было подчинено законам Вселенной, а не демонов. Поэтому предлагаю сделать выводы. Варна – это ступень эволюционного развития человека, уровень развития души, уровень владения энергией. Варна четче всего проявляется в образе мышления и мировосприятия человека. Есть и менее очевидные признаки, например, степень развитости чакр. Ну, это как раз гороскоп устанавливает. А свое уже мышление, свое мировосприятие вы можете и сами установить, ввиду описания того, что будет ниже. У славян варны состоялись людей с одинаковым потенциалом души в 16 энергоновых каналов, что позволяло людям переходить из варны в варну. Для этого нужен был только определенный уровень развития души, нужный для этой варны. Это нужно было и для нормального функционирования общества, так как в любой системе жизни общества 30% души развиваются, 50% душ изучают свой уровень развития, а 20% душ деградируют. Ну, конечно, это все примерно. В нашей ситуации это, наверное, уже больше. Это нужно знать, так как человек, который занимает место ниже своих способностей, переносит проблему самому себе, несчастье для себя, а человек, который занимает место выше его способности, приносит массу проблем другим, то есть несчастье для многих. Варна тружеников. Это наработки, получаемые на данном уровне развития души. Это умение выживать, работать с физическим миром, производить жизнеспособное потомство, служить и подчиняться, быть трудолюбивым, побороть лень, способность дисциплинированно и целеустремленно выполнять работу. В обществе их примерно 50%. Варна-хозяева – это собственный личный интерес, которого выше общественного. Люди этой варны участвуют в создании материально-технической базы общества. Они организуют товарооборот, необходимый для жизни людей, формируют рабочие места, удовлетворяют потребность людей в питании, одежде, жилье. У общества их примерно 30%. Они также распределяют товары и денежные средства среди людей, но таких в государственное державное управление не допускали. А его проводили именно в Витязи. Так как в процессе развития души в какой-то момент человеку уже неинтересно просто зарабатывать деньги и наслаждаться материальными благами. Душа начинает стремиться к взаимодействию с людьми, властью и управлением. Ей нравится организовывать различные державные процессы и получать от этого радость. В обществе их примерно 15%. Ведающие – это зрелые души, которым уже неинтересно управлять, им интересно постигать Бога. Божий мир и его законы. Постигая новое, они одаривают этими знаниями свой народ, человечество в целом. В обществе ведающие проявляются как учителя, волхвы, философы, основатели различных учений и практик. Ведающие постоянно стремятся постичь мироздание и достигнуть единства с божественным миром. В обществе их примерно 5%. Не более 11% от дохода направляло общество прошлого на содержание варных воинов и ведающих. Сравните с современным налогообложением. Наши предки определяли уровень развития души человека, делая гороскоп по дате и времени рождения, плюс определяли уровень его мышления в процессе жизни, что позволяло устранить массу ненужных проблем для людей и общества в целом. Но хотелось бы напомнить, что для того, чтобы выходили следующие видео, нужна ваша информационная поддержка, потому что, если вам нравятся эти видео, то, чтобы они оставались в информационном поле, нужны, во-первых, ваши положительные комментарии, ваши лайки, подписка на канал и, соответственно, репосты, то есть распространение этой информации в своих группах, в своих друзьях, ну и, соответственно, просмотры. Именно все это позволяет оставаться в информационном поле той информации, которая системе разрушения как бы не нужна. А вот если она нужна людям, то тогда просьба поддержать такую информацию. Именно благодаря этому лайкам, комментариям, положителям эта информация остается, потому что YouTube такие видео обычно лишает монетизации, а в итоге удаляет. То есть люди не получают рекомендации, то есть не видят их в рекомендациях тогда, в итоге эти видео просто удаляются с канала, из-за того, что они YouTube как бы не нужны. Поэтому все ссылки на материалы, которые использованы, будут в описании под видео. Переходите, знакомьтесь, я еще даже добавлю, и если у вас есть ссылки на подобные материалы, тоже добавляйте их в комментариях под видео. Отдельная благодарность тем, кто имеет возможность помочь материально, потому что не только информационная работа важна, но и работа в материальном мире, так как нужно продолжать исследование. Я бы, например, хотел посетить те места, которые открыл, например, тот же великий ханбалык легендарный в России, долину пирамид императоров, но это без вашей поддержки невозможно, если даже хотя бы 10% тех, кто смотрит это видео, это будет интересно. Под каждым видео есть закрепленные комментарии, там есть любые счета, и в рублях, и в долларах, и в гривнах, и в других валютах. Совершенно небольшая сумма может помочь, чтобы невозможное стало возможным. Стали возможны и новые исследования, стали возможны и экспедиции в те районы, которые уже открыты. То есть, фантастика стала бы явью, но это возможно только при силе коллектива, когда многим людям это интересно, и не нужно что-то фантастическое, даже если человек найдет возможность выделить какие-то 10-100 рублей раз в год, найдя информацию на канале полезно, это позволит невозможному стать возможным. И помните, бесплатный сыр, он всегда бывает только в мышеловках, а тот, кто платит, тот и заказывает музыку. Поэтому заказчик и должен быть народ, простой народ, который будет говорить, да, мне интересно развиваться как человек, либо наоборот интересно посетить в первую очередь как раз те места, которые уже открыты, просто нужно подтверждение, что это действительно так. И помните, что сейчас наступила эпоха волка, а древние говорили, в человеке два волка, злой и добрый, кого кормишь, на кого обращаешь больше внимания, как в информационном плане, так и в материальном, тот и увеличивается. То есть, то, что вы обращаете внимание и во внешнем мире, и в себе, то и будет увеличиваться. Будете обращать очень много внимания на зло, будет увеличиваться количество зла, будете обращать внимание на добро, как в себе, так и в мире, и будет увеличиваться количество добра. Почему? Наступившая эпоха уже с 13-го года, это как раз время честности и справедливости, время санитаров леса, то есть, людей волевых, то есть, образ волка отсюда возникает. Поэтому, время поменялось, энергии поменялись, не живите на алгоритмах прошлого, а ищите алгоритмы, которые делают вас лучше. И самый главный успех этой жизни и секрет этого всего успеха, это состоит в том, чтобы найти свое предназначение, а затем реализовать его. Это говорил Генри Форд, но на самом деле это знали и древние, потому что, если каждый человек устремится к цели в жизни, выполняет свое предназначение в соответствии с течением времени жизни, то жизнь его обретет высший духовный смысл. Это заповедь числа Бога. Именно поэтому я на своем сайте и предлагаю людям пройти славянский гороскоп, так как именно он и является основой мудрости древних, он показывает жизненное предназначение человека, содержит ту гигантскую информацию, которая содержит душа человека, те программы, которые в нем есть, то предназначение на весь срок жизни и плюс множество еще дополнительной информации. То есть без этого это все равно что блуждать широко закрытыми глазами по миру и натыкаться на препятствия, которые вам совершенно не нужны, то есть тратить свое жизненное время попусту. Всем рекомендую это сделать, потому что это основа вашей жизни, то, что вас заложили и Боги, и предки, и высшие силы, вы сами. Все ссылки на эти материалы они есть на канале, то есть вот красная стрелка, на главной странице канала есть ссылка и на сайт, и на все мои социальные сети, переходите, там все это есть. А в социальных сетях Народная Академия Наук создана, то есть то место, где люди могут делиться своими находками, показывать интересные материалы и написать мне напрямую, если там есть необходимость. То же самое есть и в Одноклассниках. А с вами был Виктор Максименко, жду ваших комментариев по этому поводу, стоит ли продолжать двигаться в этом направлении. Благодарю всех за внимание, до новых встреч.